БИС-ТВ Подведены итоги 23-й межрегиональной олимпиады школьников по математике и криптографии. Ее организаторы – Академия криптографии Российской Федерации, Академия ФСБ России, Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области информационной безопасности. Жюри Олимпиады отметила дипломами работы 162 учащихся. Всего в Олимпиаде своей силой попробовали более 3,5 тысяч школьников 8-11 классов, а ее очный тур проводился в 32 городах России. Награждение победителей и призеров из московского региона прошло 26 февраля в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. Всего по региону жюри отметила дипломами работы 33-х школьников. Многие из них учатся в известных физико-математических школах. В частности, 8 призеров в СУМС МГУ, больше известной как школа-интернат имени Калмогорова. Представители российских компаний, выступивших с поддержкой церемонии, подчеркивали важную роль таких мероприятий – заинтересовать талантливых молодых людей в выборе специальности в области защиты информации. Те участники, которые были сегодня представлены, это призеры Олимпиады. У них большое будущее, поскольку рынок информационной безопасности испытывает явную нехватку квалифицированных кадров. Если эти молодые дарования найдут в себе силы продолжить обучение в вузах, если у них сохранится интерес к этой специальности, то в дальнейшем они точно найдут себе применение в жизни. Во-первых, у меня вслух три дочери, да, и у меня старшая дочь, она очень любит математику. Я даже надеюсь, что она в ближайшее время, через 2-3 года, тоже будет участвовать в данном, естественно, конкурсе. Эта наука, она очень перспективна, она будет всегда. Как вы знаете, криптография очень древняя. Победителей на церемонии ожидали призы. Нагрудные знаки призера Олимпиады, книги о деятельности криптографической службы в годы Великой Отечественной войны, уникальные почтовые марки, изданные к 150-летию выдающегося российского математика академика Владимира Андреевича Стеклова. Школьникам, занявшим первое и второе места, были вручены ультрабуки и планшеты. Отдельные задания Олимпиады открывали школьникам занимательные эпизоды из истории криптографии и математики. Но не только история. В заданиях затрагивались технологии шифрования данных в интернете, защиты ввода цифробуквенных паролей, которые применяются во многих системах безопасности, в том числе и для защиты клиентов банков от хакеров и кардеров. Решая задачи Олимпиады, школьники могли на специально смоделированных ситуациях получить представление о реальных проблемах, решения которых сегодня ищут многие компании-разработчики. Главная задача Олимпиады – показать школьникам тесную связь между математикой и практическими вопросами защиты информации. Это вообще-то масштабное мероприятие. Как отмечается в концепции развития математического образования в России, принятой правительством в конце прошлого года, популяризация математической науки и повышение ее престижа – ключ к развитию отечественных высокотехнологических отраслей, экономики, к решению целого ряда глобальных проблем. Поэтому проведение Олимпиады – важный вклад в воспитание нового поколения специалистов в области информационной безопасности. Одна из задач – подобрать школьников, их мотивировать, их заинтересовать, для того, чтобы они создали в дальнейшем плеяду лучших студентов, а в последующем – рядовых исследователей на благо нашего Отечества. Поскольку Олимпиада по криптографии входит в перечень Министерства образования и науки, ее диплом важен для учащихся выпускных классов, ведь он дает право на льготные поступления в ВУЗы. Впрочем, как показывают результаты прошлых лет, школьники, вошедшие в число победителей и призеров, демонстрируют стабильно высокие результаты и на ЕГЭ по математике. Поддержку церемонии награждения оказали Общественный совет при ФСБ России и Картинная галерея Александра Шилова, представители отечественных компаний, работающих в сфере информационной безопасности, Ассоциация защиты информации и медиагруппа «Авангард-центр». Отборочный тур следующей Олимпиады по математике и криптографии начнется в традиционные сроки, в начале ноября. Пожелаем новых успехов ее участникам. БИС-ТВ